Всем привет! Меня зовут Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я хочу показать вам мою небольшую коллекцию обуви. У меня очень много кроссовок, но сегодня я хочу вам показать только самое мое любимое. Зачем я вообще снимаю такое видео, спросите вы. Кому вообще может быть интересно смотреть кроссовки другого человека? Но кому-то, судя по всему, интересно, потому что таких почему-то вопросов было ко мне очень много. Вы очень часто меня просили снять видео о моей коллекции, о моей любимой обуви. Если тебе нравится такой формат видео, обязательно ставь лайк и смотри это видео до самого конца. А потом, когда посмотришь, напиши, какая пара обуви тебе понравилась больше всего, а какая меньше всего. И если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись. Тык! И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Первое, что попадается мне под руку, вот это. Это кеды. Ядро на сиренево-фиолетового цвета от H&M. Вы, наверное, спросите, что с этими кедами не так? Почему здесь один шнурок, а здесь другой? Дело в том, что в моем инстаграме, если вы на меня подписаны, вы наверняка видели, я делала, собственно, небольшой лайфхак о том, как разнообразить свою обувь. И поэтому показывала, как обувь может меняться в зависимости от того, какие шнурки на ней использованы. Пока еще дни я знаю, с чем их носить, но мне они очень нравятся, потому что у них такой красивый сиреневый цвет. И потому что они действительно классно сочетаются с совершенно разными шнурками. Мне кажется, это выглядит очень здорово. Дальше у меня вот такие вот кислотно-желтые конверсы. У них есть прикольная история. Как-то раз с родителями мы прилетели в Италию, и так уж вышло, что в Италии было плюс 40 градусов. Ну, может, там было не плюс 40, но ощущалось это, честно, просто ужасно. И у нас была довольно насыщенная программа, и вариантов не оставалось. Поэтому мне пришлось купить себе какую-то новую обувь. И, к сожалению, моего 36-го размера или 35-го нигде не было, пришлось брать 37-е конверсы. Так что вот, их небольшая история. Так, что есть у меня еще? Извините, у меня тут лампа выключилась, какой-то кошмар. Я аж испугалась, что у меня лампа опять сломалась. Потому что однажды я действительно рассказываю историю, что у меня сдохла лампа. Она прям взорвалась, представляете, когда я видео снимала. Это было очень страшно. Но, слава богу, что в этот раз такого не произошло. Следующие мои кроссовочки-кеды, которые хочу вам показать, это вот такие вот кеды от Puma. Это Fenty от Rianne коллекции. Они у меня появились сразу, как только эта коллекция вышла. Вообще, на самом деле, эта вещь самая, наверное, тупая. Но, простите за очень резкое слово из тела, что у меня есть. Потому что в них ходить нереально. Если вы можете мне посоветовать, как можно от шелка очистить всевозможную грязь на обуви, я буду вам очень признательна. Потому что я даже боюсь их чистить, ибо я боюсь, что оставлю разводы. Поэтому они у меня еще вот здесь вот немного грязные. И как-то, ну да. Следующая обувь, которая у меня есть в коллекции, это кроссовки от Fila. Да-да, те самые дизрапторы. У меня их целых три пары, поэтому я вам покажу каждую из них. Ой, какое большое количество вопросов, когда появились эти у меня кроссовки, было у меня в Инстаграм. Просто полный пипец. Вы спрашивали, где я их нашла? Я отвечаю, я их нашла на Essos. Так что, если вы их очень хотите, покупайте. Они стоят в районе 6 тысяч рублей за пару. Мне очень понравился их вот этот вот цвет, потому что они такие максимально винтажные. И я прям представляю, как классно они будут смотреться какими-нибудь бойфрендами, или какого-то такого формата брюками, джинсами. Мне кажется, будет смотреться очень здорово. Следующие ботинки в моей коллекции это вот такие вот голубые кеды от DC. Я покупала их специально для того, чтобы в них бегать. А то, что у них разные шнурки. Но это, скорее всего, вы должны были видеть мое старое видео про лайфхаки с одеждой. Там я рассказывала, опять-таки, что было бы очень здорово, если вам надоели ваши кеды, просто поменять им шнурки. Если честно, это суперлегкая обувь. Я не знаю, сколько она весит. По-моему, она вообще нисколько не весит. Это самые легкие ботинки вообще в моей жизни. Ну и цвет, конечно же, у них тоже такой кислотный. Мне нравится. Я думаю, вы уже поняли, что я люблю яркую обувь. Так, следующие мои кроссовки это, опять-таки, кроссовки Фила. Опять-таки, Дизраптор. Они белого цвета. Эти кроссовки я уже носила, причем довольно активно. Причем даже хочу сказать вам, что носила их зимой, по сугробам в них гоняла. Это было очень удобно. Они вообще не скользят, даже на каком-то просто адском льду вообще не скользят. И в них реально тепло. Вот они своих денег очень даже стоят. Если честно, я почему-то думаю, что если эта модель все еще будет в тренде, то они, скорее всего, поднимут на нее цену, потому что модель очень всеми желаемая. И она реально стоит этих денег. Так, смотрите дальше на это великолепие. Это великолепие выглядит вот так. Это мои новые кеды от Dolce & Gabbana. Как видите, это какая-то интересная очень серия. Тут везде надписи Love, все про любовь, Amore, I want you love me too forever. Короче, вот такая вот серия. Очень-очень интересная коллекция. Это мне подарил муж. Ой, ботинок упал. Подарила на 14 февраля. Я просто просыпаюсь, он вручает мне коробку, где лежат вот эти вот кроссовки, которые все полностью обиты всевозможными нашивками и надписями Love. И это было, если честно, очень мило. Я была прям безумно счастлива. Я пока их еще не надевала. Они еще, как видите, вот у них совершенно чистая подошва. Но как раз вот сейчас я полечу в Италию, и я как раз там их и буду выгуливать. Кстати, если вы ждете географию моды, то она уже должна быть совсем скоро. Кто не знает, что такое география моды, это постоянная рубрика на моем канале, которой не было всю зиму. Теперь дальше. Давайте пойдем. И, к слову, сразу про Инстаграм. Я думаю, те, кто подписаны на мой Инстаграм, сейчас увидят ботинки и сразу поймут, что да, их они уже видели огромное количество раз. Ботинки эти выглядят вот так. Это мои кеды от Стелла Маккартни. Это моя самая любимая обувь из всей, что у меня есть. Не считаем кроссовки Филу, потому что они относительно новые, а этим уже два года. Короче, я их купила на распродаже, купила за 15 тысяч. Это очень низкая цена для Стелла Маккартни, потому что у нее обычно все стоит, ну, сильно дороже. Боже, я их просто обожаю. Вы себе не представляете, насколько это просто удобная вещь. Они безумно удобные. Они подходят и реально, и на более холодное время, и на более теплое. Главное, чтобы, естественно, не было грязи. Они идеальны, на мой взгляд, и, конечно же, еще приятно то, что они, правда, подходят под любую мою одежду, под мой стиль. Если вы подписаны на мой Инстаграм, вы видели, что одно время я реально была только в них на фотографиях. Ну, а если вы не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подпишитесь, потому что там я выкладываю огромное количество моих луков. Туда я выкладываю всевозможные раскладки, картинки о стиле. В общем, Инстаграм для меня это очень важная площадка, и я стараюсь делиться с вами только самым лучшим. Ну, и с вами селфи, конечно же. Поэтому подпишитесь на мой Инстаграм, если вы еще не подписаны. Ссылочку я вам оставлю в описании. Следующие мои кеды, это зимние кеды от Adidas. В общем-то, совершенно классическая модель, с совершенно классическими черными полосами, но с одним приколом. Там внутри есть мех. В них очень тепло было ходить зимой, пробегала в них практически всю зиму. Очень тепленькие, очень удобные и уютные. Так, сейчас еще нужно вам показать. У меня есть еще несколько пар. Раз уж заговорили о Германии, покажу вам ботинки, которые я, собственно, там купила. Посмотрите, это белые кеды, белые кеды-зайчики. У них есть вот такие вот заячьи ушки, очень забавные. И сзади у них есть такой хвостик в виде помпончика. Дико от них кайфанула. Купила в Германии. Что это за бренд, сейчас скажу вам. Колозеум. Возможно, я неправильно его произношу, я не знаю. И еще одна пара, которую я хочу вам показать. Знаете, самая сладкая я ставила на самый конец. Это вот они. Кроссовки Fila Disruptor черного цвета. Боже мой, боже мой, просто боже мой. Это моя любовь. Вот, это просто что-то очень прекрасное. Это, по-моему, единственная черная обувь из всего, что у меня есть. Да, единственная. Я думаю, по моему лицу и по моему говору вы сейчас поняли, что я от них в полном восторге. Плюс мне нравится, что они сделаны из такого материала под замшу. Или, может, даже это замша, я не знаю. Знаете, с ними у меня есть такая забавная история. Я увидела у кого-то на фотографии вот эти вот ботинки. И мне они были очень сильно нужны. Но я столкнулась с такой проблемой, что, оказывается, вот эта вот расцветка, как я, по крайней мере, поняла, может быть, я поняла ошибочно, это мужские ботинки. А у меня, как вы понимаете, размер 35-й, что, в общем-то, не совсем мужской размер. Я нашла, что, оказывается, такие ботинки есть среди детской линии. И в детской линии они как раз заканчиваются на 35-м или на 36-м. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Напишите в комментарии, какие ботинки вам понравились больше всего, какие вам понравились меньше всего, и какие бы вы хотели себе. А, да, кстати, если вам нравится мой сегодняшний образ, то я уже показывала вам, как я его сделала. Я недавно снимала видео «Собирайся со мной». Вот, собственно, там я показала вам, как я сделала этот макияж. Если вы еще не смотрели это видео, и вам, в принципе, нравится, как я сегодня накрашена, если вы хотите больше, так сказать, пообщаться со мной по душам, потому что там довольно долгое видео, и я несу там всякий бред, который приходит мне в голову, то обязательно смотрите этот видос. А ссылочку на него я оставлю вам в описании, ищите ее там. И что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!